Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Тепрое образование позитивное, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нашей программы появилось название. Теперь мы называемся «Абонент доступен». Это программа удаленных интервью. Уже не первый раз мы выходим в таком формате. Но сейчас у нас, наконец, появился оригинальный джингл. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего героя. Это известный российский спортивный комментатор Виктор Гусев. Виктор, здравствуйте. Вадим, здравствуйте. Да, абонент доступен. Телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Вы тоже можете присоединяться к нашему разговору и задавать вопросы нашему гостю Виктору Гусеву. Так что используйте эту возможность. Также используйте наше мобильное приложение «Микс Пробел Медиа Пробел Радио» для смартфонов. И звоните в том числе и по скайпу. Виктор, ну вот прошел чемпионат мира по футболу, страсти немного улеглись. Согласны с тем определением, которые дали этому чемпионату и чиновники, и футболисты, что он был лучшим в истории? Вот насколько это соответствует действительности и не является ли таким преувеличением? Ну, для меня он был абсолютно лучшим в истории, потому что это родной чемпионат. Вы понимаете, это как много красивых женщин, но ты любишь свою жену. Примерно вот так. А, конечно, были тоже хорошие чемпионаты. Например, тот же чемпионат 98-го года, 20 лет назад, когда выиграли, опять же, французы в Париже. Все были очень неплохо организованы. Тем более, что, вы понимаете, многие вещи в организации, они унифицированы. Потому что за всем очень внимательно следит FIFA. Не допустить, они надеются на местных организаторов, но они следят за своим продуктом. Поэтому это, в общем, тоже гарантия того, что все будет успешно. Но мы соответствовали мировому стандарту абсолютно на 100%, и я этому очень рад. В игровом плане этот чемпионат вас чем-то удивил, потому что как раз очень много писали о том, что много сенсаций, неожиданных результатов, команды, на которые вроде бы не ставили, как на фаворитов, смогли подняться высоко. А фавориты, наоборот, многие выбыли еще на стадии группового турнира. Вот в этом смысле удивило вас что-то? Удивила сборная России, я на нее не ставил. Я сам вначале говорил, что чемпионат мы организационно проведем нормальный, очень хорошо даже. А вот команда, не думал я, что мы даже, честно говоря, выйдем из группы. Вот это была большая и очень приятная для меня сенсация. Многие вещи я угадал. Я угадал высокое место Бельгии и Хорватии. Я не угадал, как и многие с немцами, неожиданный совершенно провал. И во всех моих прогнозах перед чемпионатом я почему-то, и вот горе мне специалисту, вообще забыл о французах. Больше того, сборная Франции, вот когда она вышла из группы, я каждый раз предсказывал ей поражение на каждой стадии. Одной восьмой, одной четвертой, одной второй. Несмотря на то, что они увереннее всех продвигались. Без дополнительного времени, без серии пенальти, в отличие от многих. Единственное, я в финале поставил на них, когда они градят Хорватами. Так что вот что-то получилось с прогнозом, что-то нет. Ну вот вы как раз в нашем эфире, когда мы встречались в студию, живьем, не в рамках удаленного интервью, вы сказали о том, что сборная России на тот момент была самой слабой за последние лет 50. Вот на ваш взгляд, что произошло с командой? Почему им удалось добиться столь высокого результата? Ну, самого высокого в истории России после 91-го года. Ну, мне кажется, что три фактора. Один фактор – это бесспорное везение и удачно сложились обстоятельства. Во-вторых, общая атмосфера поддержки и вообще атмосфера домашнего чемпионата очень повлияла в хорошем смысле. И, конечно же, все великолепно сделал Черчесов, которого критиковали очень сильно, мощно до чемпионата, но он не изменил своей линии. Вы понимаете, очень можно было легко с нее свернуть и сказать, ладно, не будем мы играть товарищеские матчи с Бразилией, с Испанией, с Аргентиной, с Францией, ведь у нас же первая встреча с Саудовской Аравией и Египтом. Давайте и найдем таких спарринг-партнеров. И тогда мы не упали бы в рейтинги FIFA накануне чемпионата, но он гнул свою линию. Точно так же он гнул свою линию с приглашением и не приглашением отдельных футболистов. Точно так же он очень здорово все рассчитал, когда был последний матч в группе с Уругваем. И, наверное, тоже был соблазн подумать так, что в одной восьмой финала мы, наверное, не пройдем испанцев или продугальцев. Давайте вот сейчас бросим все силы и покажем всей стране три победы. Саудовская Аравия, Египет, Уругвай. А он нет. Он думал о победе уже в стадии плей-офф. И поэтому матчем с Уругваем он во многом пожертвовал. И очень это смелый шаг. Это совершенно не популистский и, повторяю, мощный шаг тренера. Вопрос от нашего радиослушателя Андрея. Он спрашивает, есть ли, на ваш взгляд, перспективы у российских футболистов за рубежом? Как вы считаете? Сказать сложно, потому что когда вот 7 лет назад мы получили для организации чемпионат мира, первая мысль, которая у меня была, что вот как раз время, чтобы подросло новое поколение футболистов. Оно не подросло. Появились отдельные звездочки или полузвездочки, как Головин, но такого мощного поколения нет. Поэтому я даже не знаю, а кого вообще еще пригласят. Вот мне говорят сейчас, что за Кутеповым сегодня я прям выстроилась очередь из зарубежных клубов. Но Кутепов сыграл, да, в одном-двух матчах на уровне чемпионата мира. Это очень здорово, но мы его сильно критиковали, когда он был в составе «Спартака». Больше того, ему сейчас пока не находится места в «Спартаке». А уж когда поправятся джики, не знаю, что будет. Поэтому, знаете, вот мы хвалим наших футболистов, они молодцы. Но так, что вот появились такие, помимо Головина, какие-то еще звезды, которые бы могли себя проявить за рубежом, только, может быть, в кавычках из «стариков». Вот Акинфеев доказал, что, в принципе, он мог бы откликнуться на какое-то предложение. Но вот я даже не знаю, но вот Фернандес, да, но он такой наполовину наш. Он все-таки бразилец, русский. Вот, а так сказать, чтобы... Ну, за Гоеву у меня была большая ставка. Я до сих пор считаю, что за Гоеву может быть большое футбольное будущее. Но он уже не самый молодой футболист. И он очень подвержен травмам. Поэтому вот такой волны, о которой мы сейчас говорили, и перспективы, которые мы бы оценивали, ее просто нет. Это не поколение Карпина, Мостового и тех людей, которые были тогда, когда все мощные группы двинули за границу. И даже не поколение тех футболистов, которые хорошо выступили на чемпионате Европы 2008 года и тоже сразу-сразу получили предложение. Сейчас немножко другая ситуация, к сожалению. Хотя выступление на чемпионате мира более чем достойное. Еще один вопрос от нашего радиослушателя. По фейсбуку мы получили. Считаете ли вы, что формат кубков мира надо менять, так как суперзвезды зачастую перегорают в течение долгого клубного сезона и просто теряются в ходе чемпионата мира? Какое у вас мнение? Это действительно так, но я не вижу вариантов изменения формата. Просто не вижу. Вот я, честно говоря, вообще ничего бы не менял ни в чемпионатах мира и ни в чемпионатах Европы. Я так с опаской жду европейского первенства следующего, когда это будет напоминать такую серию отборочных матчей, как он разбросан по множеству стран, и только финальная часть, только полуфиналы, и финал пройдут в Англии, в Ноэмбле. А до этого будет, собственно, подобие тех же самых отборочных встреч. Потому что для меня всегда чемпионат Европы, чемпионат мира, чем интересен. И вот как-то так, ну, может быть, я немножко так даже ностальгирую из консервативных, то есть из консервативных, чуть ли не подхожу, но вот выехать в один, в одну страну, даже мне не очень нравилось, когда, скажем, гирили между Японией и Южной Кореей. Все-таки чемпионат мира Европы должен принадлежать одной стране. Вот как-то всегда было. И не нужно менять. Футбол вообще, это очень такой сильный вид спорта номер один. И не особо правила меняются в футболе, именно потому, что от добра добра не ищут. Зачем что-то придумывать, когда все так здорово работает? Но это я немножко отвлекся. А что касается усталости звезд, ну, что делать? Ну, не знаю. Вот посмотрим, как будет в Катаре. В Катаре чемпионат мира пройдет, правда, из-за погодных условий особых, в ноябре-декабре. Вот как тогда сложится? Но там, наверное, это никак не повлияет на усталость и неусталость звезд. И потом это одноразовая акция. Там, видимо, начнутся уже новые чемпионаты национальные. Поэтому эту проблему не решить. И ты не заставишь клубных тренеров беречь звезд и готовить их для выступления за сборную. Сложный вопрос. А что касается психологии, потому что, если мы говорим о суперзвездах, то можно вспомнить и в истории, например, финальный матч Италии-Бразилия. Баджо, который блистал на протяжении всего этого чемпионата, не забивает пенальти, и Италия остается второй. Месси, который не проявил себя на этом чемпионате. Рональдо, который проявил себя вроде на этом чемпионате, но команда все-таки не смогла выйти дальше. Слышишь, вот психология давления на суперзвезд. Насколько это важный аспект? И не ломает ли их просто то внимание, которое к ним приковано? Они в сложной ситуации. Потому что, когда промахнулся Баджо, а я комментировал тот финальный матч из Приберда Лос-Анджелеса между Бразилией и Италией, все-таки тогда не было еще такого напряженного сезона у клубов, какой он сейчас. Он уже был напряженный по сравнению с 60-ми, 70-ми годами, но все-таки не такой. А сейчас они в очень непростой ситуации. Ведь, смотрите, наверное, те, кто любит Криштиану Роналду и Месси, а я принадлежу к их числу, говорят о том, что когда-то они должны претендовать на звание короля футбола, которым мы сейчас попеременно называем Пеле и Марадону. А вот выясняется, что для этого им не хватает одного шага. Это выиграть чемпионат мира в составе своей сборной. Потому что именно это при всех равных, а очень много равных качеств у тех ребят, которых я назвал, и Пеле и Марадоны. При прочих равных им не хватает этого, потому что и Пеле и Марадона выигрывали чемпионаты в составе сборных. И повторяю, календарь их клубный им позволял подойти к чемпионатам того времени в лучшем состоянии. Поэтому непросто приходится нынешним звездам. А как вы оцениваете новое распоряжение FIFA, которое допускает теперь возможность видеопросмотра, и история с Марадоной и рукой бога, наверное, уже не могла бы случиться в современных условиях. Вот это нововведение позитивно или негативно оцениваете? Я обеими руками за видеопросмотр, потому что в итоге торжествует справедливость. Но есть еще очень важный момент. Многие люди говорят, смотрите, как это иногда затягивает матч, он может остановиться на 5 минут. Секундочку, друзья, могут быть такие матчи, что эти 5 минут видеопросмотра ставят самым ярким эпизодом во встрече. И мы видели, насколько это интересно для зрителей, когда судья показывает руками вот этот жест, он изображает рамку, экран телевизора идет просматривать. Это шоу внутри шоу. И я не думаю, что человек, который, вводя эти видеоповторы во имя справедливости, если он умный, прозорливый человек, он думал о том, что он создает новое шоу, как я уже сказал, внутри футбольного шоу. И вряд ли кто-то будет против из зрителей. Да пусть будут задержки на 5 минут здесь, на 3 минуты там. Это дополнительная интрига. Это очень здорово. Для меня это разукрашивает матч. Какое впечатление по первым турам о чемпионате России? Такой вопрос еще один наш радиослушатель Андрей задает. Он также дополняет свой вопрос таким мнением. Мне кажется, это слабейший турнир за последние годы. Вот что вы думаете? Ну, Андрей судит по первым двум турам, я так понимаю, да? Он не пояснял, но судя по всему, да. Ну, сложно очень. Во-первых, сравнение с чемпионатом мира сразу же возникает. То есть, с одной стороны, эффект чемпионата мира, он позитивный. Потому что люди продолжают ходить. Они теперь ходят уже на роскошные стадионы. И мы видим, что очень хорошая посещаемость. Но с другой стороны, что касается качества игры, тут же сравнение с уровнем чемпионата мира. И, конечно, ну, я не знаю, какие-то чемпионаты, наверное, выдерживают сравнение с мировым первенством. Но российский нет. Вообще, к сожалению, ни в коей мере. А после такой эйфории, которая у спортсменов, у зрителей, у аудитории возникает после таких крупных состязаний, как чемпионат мира, нет вот этого обратного эффекта, такой апатии, которая уже, в общем, наступает, когда приходишь на чемпионат России или, ну, на свой национальный чемпионат? Есть такой психологический момент? Ну, дело в том, что падать-то уже некуда. Поэтому пока мы радуемся, что есть вот хотя бы в первых турах этот эффект чемпионата мира. А дальше и так очень слабая посещаемость. Поэтому если вдруг она немножко поднимется, уже будет хорошо, если, я повторяю, эффект чемпионата мира сработает более-менее на долгое время. Есть проблемы в российском чемпионате. Тут, понимаете, это очень долгий разговор. Но, например, это вопрос, кто владеет клубами. Ведь если играют 16 клубов в премьер-лиге, они или все должны иметь частных владельцев, там, я не знаю, олигархов, не знаю, как еще назвать этих людей, все одинаковые. Или все должны пользоваться поддержкой регионов, какой-то государственной поддержкой. Они должны быть в одной финансовой ситуации. Понимаете? И как в национальной хоккейной лиге, когда заканчивается сезон и начинается период драфта перед сезоном следующим, то самый хороший молодой новичок, он идет в слабейший клуб. Конечно, его бы хотел забрать самый богатый клуб национальной хоккейной лиги. Но есть договоренность. И самый богатый клуб хоккейной лиги национальной понимает, что если он будет снимать все сливки, то такая лига загнется. И он жертвует своим непосредственным интересам ради интересов лиги. А в конце концов и ради собственного интереса получается. Поэтому очень много организационных вещей, которые нужно поменять, чтобы чемпионат был лучше. Ну вот, кстати, вы упомянули хоккей. И как раз вопрос от Анны, которая поступила. Кто главный претендент, на ваш взгляд, на Кубок Гагарина в предстоящем сезоне? И следите ли вы за КХЛ? Я слежу, конечно, не в такой степени, как я слежу за футболом. И не в такой степени, как я следил за хоккеем, когда в середине 90-х я работал в хоккейном проекте ЦСКА «Русские пингвины». Это когда Pittsburgh Penguins купили часть ЦСКА. Была очень интересная работа. Три года тогда я следил за хоккеем. Ездил в Торнец ЦСКА по Северной Америке. И в Москве делали мы многие вещи очень интересные, как мне кажется. А сейчас я слежу, скажем так, одним глазом. Но, понимаете, к сожалению... Это опять же возвращаемся к разговору об сильных и слабых клубах. К сожалению, у нас так получается, что опять же претенденты одни и те же. И вот это проблема. Нужно собираться президентом клубов и просто договариваться о каких-то новых принципах организации лиги. Не организации с точки зрения расписания и так далее, а вот о таких внутренних принципах ее жизни. О усилении соревновательной части. Причем о кардинальном усилении. Ну вот когда КХЛ как проект только создавался и начинался, многие его руководители говорили о том, что это наш ответ НХЛ и что КХЛ может стать конкурентом НХЛ. Сегодня эти разговоры, как мне кажется, они стихли. Сейчас об этом уже не говорят. Вот этот проект, насколько все-таки успешен, как вы считаете, континентальная хоккейная лига? Проект бесспорно успешный, потому что он лучше всего, что было у нас до того. Но чтобы сравнивать себя с НХЛ, нужно вносить те изменения, о которых я сказал. Потому что мы смотрим, скажем так, на формальную часть. Мы говорим о размерах конфигурации вратарской площади, площади ворот. Мы говорим о размере льда, он должен быть больше или как в НХЛ. Мы говорим о том, что должны быть унифицированы правила. И все это идет, такая унификация в сторону, опять же, приближения правил к НХЛовским. Это важно, это можно, об этом можно говорить. Потому что действительно нам нужно играть по одним правилам в мировом хоккее. Но нужно говорить не только об этом. Нужно говорить о тех же самых принципах системы драфта и молодых игроках. Вот то, что я сказал совсем недавно. Вопрос из интернета, который нам поступил. Что думаете о драме Олега Знарка, которого практически отлучили от ведущих клубов КХЛ, от сборной, несмотря на то, что он выиграл из чемпионата мира и олимпийскую золотую медаль? Вы знаете, мне сложно сказать скорее о каких-то футбольных внутренних драмах. Я готов поговорить. А вот о хоккейных я все-таки сейчас не так внутри ситуации, как я был в тех самых 90-х годах, о которых я говорил. Поэтому не знаю. Я знаю только вот то, что получилось, общую какую-то канву, но не инсайд. Александр нам пишет вопрос у него следующий. Когда же случится дуэт корифеев репортажа Гуси Футкин? Нет таких мыслей? Вы знаете, мы вот всю нашу жизнь, мы на грани. Слышите меня, да? Да, мы вас хорошо слышим. Да, мы находимся. Потому что когда Василий задумывал футбольный клуб, свою знаменитую программу, очень давно мы с ним сидели еще на стареньком стадионе «Динамо», и он мне предлагал стать соведущим. Но для этого нужно было уйти с первого канала. Я, значит, на это не пошел. Мы с ним довольно часто вели и ведем всякие, скажем так, корпоративные мероприятия, где бывают комментарии футбольных матчей, любительских матчей. И я могу сказать, что мы абсолютно с ним на одной волне по юмору, по восприятию футбола. Но, повторяю, это немножко другой стиль репортажа. Там можно себе позволить все, что угодно. Там, скорее, задача не оценить происходящее на поле, а повеселить публику. И это, мне кажется, у нас с ним здорово получается. Поэтому хотелось бы попробовать и перенести этот большой эфир. Но вот как-то все не срастается. Понимаете? Вот могли что-то откомментировать на чемпионате мира, когда Василия подписали сейчас для работы, вы знаете, на Первом канале. Что случилось? Почему его вдруг не стало после первого репортажа у нас? Даже мне Вася не говорит. Хотя мы хорошие друзья. И я просто теряюсь в догадках. Я не знаю. Ну, вот, кстати, это вопрос, который задает Алексей, еще один наш радиослушатель. И мне было бы интересно узнать, почему Уткин был отстранен от эфира на Первом. Хорошо же комментировал. Ну, вот вы уже предвосхищая этот вопрос, на него ответили. Но вообще ведь... Да, простите, но я хочу сказать, что он не был отстранен. Я даже не знаю, какая формулировка. То ли он сам ушел. Там точно это не было решение, что кому-то, скажем, не понравилось, что он комментировал Испанию, Португалию. И поэтому все прекрасно знают, как Вася комментирует. Все знают его стиль, что от него ждать, чего не ждать. Зная это, его пригласили. Но вот что-то потом произошло. Что произошло, я просто не могу сказать. Вот другие ситуации все ясны. Мы комментировали с Леонидом Слуцким. Но у него очень четко был контракт с Первым каналом до 21 июня. Просто потому, что там 22-го выходили из отпуска футболисты голландского клуба Бетесс. И он должен быть в Голландию и их там встречать, когда они после отпуска собирались. То есть никакой политики там... Вокруг этого инсинуации, а на самом деле это было. Он еще в мае сказал в интервью, что все это до 21 июня, не дольше. То есть история со Слуцким... А про Васю не знаю. Да, история со Слуцким ведь тоже широко обсуждалась. Во всяком случае в социальных сетях говорили о том, что он употребил, назвал имя Алексея Навального. И это могло повлиять на то, что его отстранили. То есть ничего такого не было все-таки по-моему. Друзья, здесь даже нечего доказывать. Просто нужно взять его интервью майское. В котором он говорит о принципах контракта с Первым каналом на время Чемпионата Мира. И там черно-побелом написано до 21 июня. Еще в мае он сказал. 22 начинаются сборы в Голландии. Все. Еще один вопрос Антон вам задает. Спросит меня спросить у вас про реалити-шоу «Последний герой 3». Помните ли вы, как комментировали матч участников? Футбольный матч на острове, да? Да. Видимо, об этом идет речь, да? Да. Это вообще было очень необычно. Дело в том, что это говорит о том, как за нами следили организаторы игры на острове. Внимательно отслеживали каждый наш шаг. Потому что на первом конкурсе я получил очень серьезную травму. Я пробил насквозь подбородок, упал со скалы. И, в общем, первую ночь, а мы еще не построили на острове тогда никакого шалаша, ничего. Я лежал под проливным дождем, вот это стекая кровью. И думал вообще, я был в диком таком подавленном психологическом состоянии. И они это почувствовали. И на следующий день утром, поменяв схему конкурсов, они устроили футбольный конкурс. Потому что тем самым давая мне шансы, как-то меня поддерживая. И я там откомментировал, я хорошо сыграл и выиграл, и получил приз. И в результате, мне кажется, даже мой подбородок зажил быстрее. Вот, они очень здорово поступили. А это необычный был и комментарий, потому что это в небольшом островке. Мяч улетал в воду. А потом мы били пенальти, я забил пенальти, я отбил пенальти. В общем, все. И потом понеслось. Это было в самые-самые первые дни этой такой необычной игры совершенно. Кстати, с этого все. И он же, а ведь до этого вообще не было никаких шоу на Первом канале вообще нигде с участием звезд. Потому что дает последний герой три, но в первых двух участвовали просто обычные люди, которых готовили в специальных лагерях подготовки, и они отправлялись на остров. И потом нужно было или закрывать проект Эрнсту, или придумать какую-то фишку. И он сказал, а давайте вот известных людей. И уже потом, после этого пошло это с фигурным катанием, с боксом, с цирком. А мы в этом смысле были первопроходцами. Ну, это на самом деле такая тяжелая история, потому что, когда показывают, там шоу без страховки, например, там и травмы, и растяжения, и так далее, и тому подобное. То есть, несмотря на то, что участники звезды, их тоже там не щадят. Это все по-настоящему? Или все-таки это игра? Да, мы, знаете, мы были готовы, что все это без страховки, это действительно так было. И что могут быть травмы. Мы не были готовы к тому, что нас не будут кормить. Мы все-таки думали, что за кадром будут что-то подтаскивать. И, в принципе, это можно было бы сделать, но режиссер сказал, у вас не будет голодных глаз. А это невозможно сыграть, и зритель сразу увидит. Вот к этому мы были не готовы, что просто мы ничего не ели. Я там провел 18 дней на острове, после чего меня, значит, выбросили. Там такая жесткая была система. Я на 12 килограмм похудел за эти 18 дней. О чем, наверное, многие мечтают, особенно наши слушательницы, наверное. Но, поверьте, это непросто было. Кстати, не жаляете об этом опыте? Вот если отмотать время назад, согласились бы снова на такой эксперимент? Я не жалею, но не согласился бы просто уже по возрасту. Потому что я и тогда-то, в 2002 году, был одним из самых возрастных участников. Там, по-моему, актер Ливанов был только моего возраста. И кто-то актер Пашинин, он был постарше немножко меня. Вот, Пашутин, Пашутин, да, простите. Вот, а так, уже и так мне было довольно сложно с молодыми тогда соревноваться. Это было, извините, 16 лет назад. Вот, а сейчас, конечно, я бы не потянул. Если говорить об экстремальных ситуациях, ведь работа спортивного комментатора, спортивного журналиста связана с переездами, оказывается, в самых, в том числе, и неблагополучных странах. В ЮАР, в частности, проходил чемпионат. И тогда предупреждали о том, что вот это достаточно опасная страна, и необходимо очень четко выбирать маршруты. Какие-то такие сложные ситуации возникали в вашей работе, когда между, на грани и так далее? Ну, то, о чем вы, наверное, говорите, могло возникнуть, кстати, на двух чемпионатах мира подряд. Это могло быть в Бразилии и ЮАР, но там были очень четкие такие меры безопасности. И потом, конечно, мы не ходили в такие проблемные районы. Поэтому все было с этой точки зрения, все было безопасно. Когда-то у меня было, знаете, что во время чемпионата мира во Франции в 98-м году там были такие резкие выступления болельщиков. И там я попадал в ситуацию, я работал не только как комментатор, но и как такой корреспондент. Я делал программу под названием «Парижские таймы», и поэтому нужно было делать стендапы, нужно было влезать в гущу людей, так находиться в центре города, когда там было сочинение болельщиков. И там были столкновения с полицией. Вот там, так сказать, было реально опасно. И там иногда были истории на грани. Как ни странно, в такой миролюбивой, наверное, скажем так, Франции, по сравнению с Бразилией и ЮАР. Проблема футбольных хулиганов, насколько актуальна сегодня на чемпионате мира в России, практически об этом не было слышно. Более того, например, японские болельщики демонстрировали всему миру, как нужно себя вести, они убирали за собой мусор. Потом их, к примеру, последовали и российские болельщики, и, если не ошибаюсь, болельщики других стран. Ну, вообще эта проблема не исчезла, как я понимаю. Вот насколько она сегодня велика? Ну, она никогда не исчезнет. Что касается нашего чемпионата, были хорошие меры безопасности приняты, превентивные меры. Большое количество английских хулиганов просто не появилось. Англия была в силу обстоятельств, о которых мы не будем говорить, этот долгий разговор, была представлена в основном людьми среднего и старшего поколения. Поэтому ходили такие парочки британские, миролюбивые, муж с женой. И вот, скорее, они представляли Англию как болельщики на этом чемпионате. Немножко было странно, но это было так. А потом наши себя вели хорошо, наверное. Опять же, тут были приняты какие-то меры, и, может быть, появилось чувство ответственности, что все-таки ты хозяин чемпионата, и не нужно особо бузить. А потом, вы знаете, ведь мы же говорим о чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Но главное противостояние болельщиков, которые заканчиваются несчастьем, это стычки между болельщиками клубов. Все-таки для чемпионатов мира, да, были свои истории, и мы знаем о столкновениях, но все-таки это клубное противостояние. И оно как-то гораздо сильнее, чем противостояние на уровне сборных. Мы знаем, что, скажем, если Милан играет матч Еврокубка у себя дома, то приходят болельщики Интер на стадион и болеют против Милана, против своих. И здесь уже не национальное, здесь клубное выше национального. Ну вот эти футбольные хулиганы, это субкультура, на ваш взгляд, с чем связана ее популярность и почему она так востребована? Ну, в общем-то, и в кинематографе много фильмов, достаточно знаменитые фирмы и так далее, которые, в общем-то, посвящены этой субкультуре, если ее можно назвать так. Это придает особый колорит футболу или нет все-таки? Ну, футбол-то больше, чем спорт, поэтому вот в нем есть место всему, что есть в нашей жизни. И самым хорошим проявлением, и самым плохим проявлением и футбол должен нести эту ношу, потому что он король среди всех видов спорта. Поэтому никуда не уйдешь, и вокруг футбола возникает все, начиная от предрассудков и каких-то примет, и вот кончая тем, о чем вы говорите. Наверное, здесь вопрос только в том, как защитить себя и защитить игру, и таких, скажем, обычных, более многочисленных зрителей от этих групп хулиганов. Потому что покончить с ним, я не представляю, как это можно сделать. Глобально. Может быть, в рамках одного турнира, вот как мы сейчас говорим о чемпионате мира в России, это так было сделано, но благодаря многим обстоятельствам. А так, чтобы навсегда об этом забыть, я думаю, что этого не будет никогда. И в завершение нашего эфира хочется не закончиться, хочется закончить не на такой негативной, а на позитивной ноте. На ваш взгляд, вот прошедший чемпионат, он что-то изменил в плане восприятия футбола? То есть повысил планку? Или это такое обычное, ну, в масштабах даже чемпионата мира мероприятие, которое, в общем, ничего по большому счету в этом смысле не изменило? Вот как вы считаете, будет какой-то всплеск интереса к футболу после России? Ну, во-первых, то, что изменило чемпионат, ведь раньше фраза, что в футболе нет слабых соперников, она, в общем, часто была просто красивой фразой. Сейчас чемпионат дал этому четкое подтверждение. Любая команда один матч может выиграть у любой команды. Потому что если мы берем серию, вот как в НХЛ или в КХЛ, там, я не знаю, до четырех побед, ясно, что у многих сборных про шансов нет в такой серии. Но в одном матче сейчас любая команда может выиграть у любой, и чемпионат это подтвердил. Второе, наследие, это вот то, о чем мы говорили, это видеоповторы. Это, конечно, такой прорыв в футболе. Ну, вот, наверное, это главное. Мы показали, что, ну, это уже говоря о нас, мы уже этого коснулись, что мы можем строить хорошие стадионы, и подтвердили, что мы можем организовывать такие чемпионаты. Но вот глобально, вот если в мировом смысле, вот эти вот два, две важные вещи, о которых я сказал. Ну что ж, впереди четыре года, будем ждать следующего чемпионата мира. До этого еще будет чемпионат Европы, и вообще, я думаю, что еще много футбольных событий будет происходить. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш прямой эфир. Виктор Гусев, российский спортивный комментатор, был на прямой связи в программе «Абонент доступен». Спасибо вам, Виктор, всего доброго, и до свидания. Спасибо, друзья, всем хорошего, берегите себя.